Книжна Марья Книжна Марья понимала то, что разумела Наташа словами «С ним случилось это два дня тому назад». Она понимала, что это означало то, что он вдруг смягчился, и что смягчения, умиления эти были признаками смерти. Она, подходя к двери, уже видела в воображении своем то лицо Андрюши, которое она знала с детства, нежное, кроткое, умиленное, которое так редко бывало у него и потому так сильно всегда на нее действовало. Она знала, что он скажет ей тихие и нежные слова, как те, которые сказал ей отец перед смертью, и что она не вынесет этого и разрыдается над ним. Но рано ли поздно ли это должно было быть, и она вошла в комнату. Рыдания все ближе и ближе подступали ей к горлу, в то время как она своими близорукими глазами яснее и яснее различала его форму и отыскивала его черты. И вот она увидала его лицо и встретилась с ним взглядом. Он лежал на диване, обложенной подушками, в меховом белищем халате. Он был худ и бледен. Одна худая, прозрачно-белая рука его держала платок, другую он тихими движениями пальцев трогал тонкие отросшие усы. Глаза его смотрели на входивших. Увидав его лицо и встретившись с ним взглядом, княжна Марья вдруг умерила быстроту своего шага и почувствовала, что слезы вдруг пересохли и рыдания остановились. Уловив выражение его лица и взгляда, она вдруг оробела и почувствовала себя виноватой. — Да в чем же я виновата? — спросила она себя. — В том, что живешь и думаешь о живом. А я — отвечал его холодный строгий взгляд. В глубоком, не из себя, но в себя смотревшем взгляде была почти враждебность, когда он медленно оглянул сестру и Наташу. Он поцеловался с сестрой рука в руку по их привычке. — Здравствуй, Мари, как это ты добралась? — сказал он голосом, таким же ровным и чуждым, каким был его взгляд. — Ежели бы он завизжал отчаянным криком, то этот крик менее бы ужаснул княжну Марью, чем звук этого голоса. — И Николашку привезла, — сказал он так же ровно и медленно и с очевидным усилием воспоминания. — Как твое здоровье теперь? — говорила княжна Марья, сама удивляясь тому, что она говорила. — Это, мой друг, у доктора спрашивать надо, — сказал он. И, видимо, сделав еще усилие, чтобы быть ласковым, он сказал одним ртом. Видно было, что он вовсе не думал того, что говорил. — Спасибо, милый друг, что приехала. Княжна Марья пожала его руку. Он чуть заметно поморщился от пожатия ее руки. Он молчал, и она не знала, что говорить. Она поняла то, что случилось с ним за два дня. В словах, в тоне его, в особенности во взгляде этом, холодном, почти враждебном взгляде, чувствовалась страшная для живого человека отчужденность от всего мирского. Он, видимо, с трудом понимал теперь все живое, но вместе с тем чувствовалось, что он не понимал живого не потому, что он был лишен силы понимания, но потому, что он понимал что-то другое, такое, чего не понимали и не могли понять живые, и что поглощало его всего. — Да, вот как странно судьба свела нас, — сказал он, прерывая молчание и указывая на Наташу. Книжна Мария слушала и не понимала того, что он говорил. Он, чуткий, нежный князь Андрей, как он мог говорить это при той, которую он любил и которая его любила. Ежели бы он думал жить, то не таким холодно-оскорбительным тоном он сказал бы это. Ежели бы он не знал, что умрет, то как же ему не жалко было ее, как он мог при ней говорить это. Одно объяснение только могло быть этому. Это то, что ему было все равно, и все равно оттого, что что-то другое, важнейшее было открыто ему. Разговор был холодный, несвязный и прерывался беспрестанно. «Мари проехала через Рязань», — сказала Наташа. Князь Андрей не заметил, что она называла его сестру Мари. А Наташа, при нем, назвав ее так, в первый раз сама это заметила. «Ну что же», — сказал он. И ей рассказывали, что Москва вся сгорела совершенно, что будто бы Наташа остановилась. Нельзя было говорить. Он, очевидно, делал усилия, чтобы слушать, и все-таки не мог. «Да, сгорела, — говорят, — сказал он. Это очень жалко». И он стал смотреть вперед, пальцами рассеянно расправляя усы. «А ты встретилась с графом Николаем, Мари», — сказал вдруг князь Андрей, видимо, желая сделать им приятное. «Он писал сюда, что ты ему очень полюбилась». Продолжал он просто, спокойно, видимо, не в силах понимать всего того сложного значения, которые имели его слова для живых людей. «Ежели бы ты его полюбила тоже, то было бы очень хорошо, чтобы вы женились», — прибавил он несколько скорее, как бы обрадованный словами, которые он долго искал и нашел, наконец. Княжна Мария слышала его слова, но они не имели для нее никакого другого значения, кроме того, что они доказывали то, как страшно далек он был теперь от всего живого. «Что обо мне говорить?» — сказала она спокойно и взглянула на Наташу. Наташа, чувствуя на себе ее взгляд, не смотрела на нее. Опять все молчали. «Андре, ты хочешь?» — вдруг сказала княжна Мария с одрогнувшимся голосом. «Ты хочешь видеть Николушку?» Он все время вспоминал о тебе. Князь Андрей чуть заметно улыбнулся в первый раз, но княжна Мария, так знавшая его лицо, с ужасом поняла, что это была улыбка не радости, не нежности к сыну, но тихой, кроткой насмешки над тем, что княжна Мария употребляла, по ее мнению, последнее средство для приведения его в чувства. Когда привели князю Андрею Николушку, испуганно смотревшего на отца, но не плакавшего, потому что никто не плакал, князь Андрей поцеловал его и, очевидно, не знал, что говорить с ним. Когда Николушку уводили, княжна Мария подошла еще раз к брату, поцеловала его и, не в силах удерживаться, более заплакала. Он пристально посмотрел на нее. «Ты об Николушке?» – спросил он. Княжна Мария, плача, утвердительно нагнула голову. «Мария, ты знаешь, Иван?» Но он вдруг замолчал. «Что ты говоришь?» «Ничего. Не надо плакать здесь», – сказал он, тем же холодным взглядом, глядя на нее. Когда княжна Мария заплакала, он понял, что она плакала о том, что Николушка останется без отца. С большим усилием над собой он постарался вернуться назад, в жизнь, и перенесся на их точку зрения. «Да, им это должно казаться жалко», – подумал он. «А как это просто?» «Птицы небесные не сеют, не жнут. Но отец ваш питает их», – сказал он сам себе, и хотел тоже сказать княжне. «Но нет, они поймут это по-своему. Они не поймут. Этого они не могут понимать, что все эти чувства, которыми они дорожат, все наши, все эти мысли, которые кажутся нам так важны, что они не нужны. Мы не можем понимать друг друга», – и он замолчал. Маленькому сыну князя Андрея было семь лет. Он едва умел читать, он ничего не знал. Он многое пережил после этого дня, приобретая знания, наблюдательность, опытность. Но ежели бы он владел тогда всеми этими послеприобретенными способностями, он не мог бы лучше, глубже понять все значение той сцены, которую он видел между отцом, княжной Марьей и Наташей, чем он ее понял теперь. Он все понял. И, не плача, вышел из комнаты, молча подошел к Наташе, вышедшей за ним, застенчиво взглянул на нее задумчивыми, прекрасными глазами. Приподнятая румяная верхняя губа его дрогнула, он прислонился к ней головой и заплакал. С этого дня он избегал Десаля, избегал ласкавшую его графиню, и либо сидел один, либо робко подходил к нежне Марье и к Наташе, которую он, казалось, полюбил еще больше своей тетки, и тихо и застенчиво ласкался к ним. Княжна Марья, выйдя от князя Андрея, поняла вполне все то, что сказала ей лицо Наташи. Она не говорила больше с Наташей о надежде на спасение его жизни. Она чередовалась с ней у его дивана и не плакала больше, но беспрестанно молилась, обращаясь душою к тому вечному, непостижимому, которого присутствие так ощутительно было теперь над умиравшим человеком. Субтитры создавал DimaTorzok